Уходи вон, диктатор Никол Пашинян. Мы устали от пустых обещаний. С такими лозунгами граждане Армении вышли на акцию протеста в центре Еревана. Раньше они и так едва сводили концы с концами. А сейчас жить стало просто невозможно. Налоги повысились в два раза. И это несмотря на объявленное военное положение. До экономической катастрофы страну довел сам премьер-министр Никол Пашинян, считают протестующие. Сейчас, когда и так всё плохо, идёт война, зачем повышать налоги? Чтобы людям стало ещё хуже? Посмотрите, что происходит, в каком состоянии живут люди. Здесь собрались более тысячи протестующих. Неужели нас никто не собирается выслушать? Наши проблемы, кажется, никого не интересуют. Нельзя поступать так со своим народом. Продавцы одного из торговых центров Еревани намерены продолжать забастовку. Протестующие грозят перекрыть центральные улицы армянской столицы, если их не выслушают. Говорят, многие из них уже давно покинули бы Армению. Но, увы, границы закрыты. В большинстве отраслей развития и вовсе нет. Прогресс на нуле. В некоторых магазинах товары залёживаются, нет никакой прибыли. Зато налоги руководство поднимает с удовольствием. Откуда нам взять деньги? Что делать людям? Мы просим только снижение налогов. Больше ничего. Сколько мы не трудимся, налоги всё поднимаются и поднимаются. Что за отношения к собственному народу? К слову, акции протеста в Армении приобрели традиционный характер. С приходом к власти Никола Пашиняна, недовольство населения только возросло, ведь обещанные реформы так и не были реализованы. Армения всё так же остаётся страной с самым большим внешним долгом в регионе. Кроме того, пандемия коронавируса привела к экономическому спаду. Пытаясь выкрутиться, армянский премьер прибегает к привлечению внешних кредитов и пожертвований. По мнению экспертов, нынешние военные действия в Нагорном Карабахе могут стать для Армении фатальными. Страна теряет на поле боя огромное количество военной техники, что так же наносит большой урон экономике. Шамистан Мамедов, CBC.